На Артик ТВ время новостей в студии Максим Галямин. Здравствуйте! И коротко о главных темах этого выпуска. Сорвались сроки, будете наказаны. Они оправдываются по-разному, но меня это абсолютно не интересует. Глава администрации про дорожные работы. Помогите услышать. На доске писать. Амель. Амель – это который, ну там, в глубине где-то. Арсению Дрочаку из Мурманска нужна наша помощь. Погружают в сон. Защищаем, скажем так, пациента во время операции. Не даём сделать ему больно. Как врачи отмечают день анестезиолога-ренематолога. Арсений Дрочук – 10-летний мурманчанин. Сейчас учится в одной из городских школ. Парень играет на пианино, любит рисовать, а в будущем мечтает стать танкистом, пожарным или полицейским. Но мечты ребёнка могут и не осуществиться. У Арсения редкое врождённое заболевание. Семья парня нуждается в помощи соотечественников. Денис Прокопенко подробнее. Десятилетний Арсений Дрочук любит учиться и с удовольствием отвечает на вопросы педагога, расшифровывая для класса значения слов «мел» и «мель». Тема урока – мягкий знак. В двух других словах, которые пока занимают в жизни юного мурманчанина, ключевое место – его нет. Однако и их значения Арсений уже хорошо запомнил. Двусторонняя атрезия и микротия – это врождённая аномалия развития ушей. У парня нет наружных слуховых проходов и деформированы ушные раковины. Как следствие, почти отсутствует слух. Единственное, что могу сказать, наблюдая каждый день за ребёнком, общаясь с ним, конечно, чувствуется, что ребёнку сложно воспринимать все звуки, которые его окружают. Ему сложности доставляют общение с детьми. Часто возникают в общении недопонимания между детьми, потому что Арсений, получается, что навязчиво очень предлагает свои мысли и идеи в силу того, что он не может расслышать того, что говорят одновременно все дети сразу. Поговорить Арсений действительно любит. Рассказывает о том, что делал в школе, эмоционально пересказывает видео, которые посмотрел в интернете. И это практически чудо. Так сказали врачи родителям парня, когда тот начал произносить первые слова. У многих детей с таким диагнозом речь развивается гораздо позже. И хуже, чем у обычных малышей. Арсений же, благодаря стараниям родителей, заговорил в срок. Ходил в обычный садик, сейчас учится в общеобразовательной школе. Берет уроки английского языка и музыки. А в будущем планирует стать военным, полицейским или пожарным. А почему пожарным, спросите вы? Да потому что я видел, какая у них классная работа. Спасать людей, делать добро. Это вообще круто. Стало возможным это чудо лишь с помощью специального устройства. Слухового аппарата, костной проводимости. Прибор стал верным спутником парня во всех ситуациях. Вот этот вот аппарат, для чего, ну он мне нужен, чтобы слышать адекватно. Потом этот слуховой аппаратик мне помогает слышать. Но и он не панацея. Аппарат реагирует на перемену погоды и соприкосновения с посторонними предметами. Например, с медицинской маской, которую парень надевает, когда идет в магазин. В результате появляются шумы, которые транслируются прямо в голову ребенка. Они глушат окружающие звуки. Арсений теряет ориентацию в пространстве. Если ребенок носит маску там, не знаю, полчаса, это же нужно сойти с ума от этого звука. То есть от любого прикосновения аппарат издает неприятный звук. Более того, с возрастом кости черепа затвердевают. Прибор перестает быть эффективным. И ребенок рискует оказаться в полной тишине. А заодно и потерять навыки, которые с трудом нарабатывал годами. Помочь может дорогостоящая операция в американской клинике. Ту клинику, которую выбрали мы, там своя методика, разработанная годами. И занимается конкретно заболеванием отрезе микрортии. То есть, ну, это специализированное учреждение. И оно лучшее в мире. У них очень хорошие результаты, очень много проведено операций. И, вот еще раз повторюсь, у них своя методика. То есть, в случае арсения, так как арсения двухсторонняя отрезе, понадобится всего две операции. То есть, за одну операцию формируется слуховой проход и ушная раковина. Но и здесь необходимо торопиться. Берутся за пациента врачи из США лишь до тех пор, пока кости черепа у него пластичные. Стоят две операции почти 14 миллионов рублей. Арсения ждали уже в этом году. С помощью неравнодушных граждан родители мальчишки успели накопить 3 миллиона. А потом началась пандемия. Границы закрыли. Лечение отложили на ноябрь следующего года. И семья Драчук надеется за это время собрать необходимую сумму. Для этого родители Арсения создали группу помощи в социальной сети ВКонтакте. Подарить парню светлое будущее несложно. Достаточно лишь перевести любую посильную сумму по этим реквизитам. Жительницу Морманска Мария Лавриенко по ее словам не слышит. Хотя со слухом у служб, в которые она обращается, все хорошо. Решить проблему с холодными батареями в ее квартире, по крайней мере, пока никто из специалистов не может. А тем временем за окном уже выпал первый снег. Мария Николаевна живет вместе с сыном в доме номер 21 на улице Фадеев-Ручей. Их старенькая двухэтажка пока держится. И отопление здесь хорошее. Но не во всей квартире. В ванной и туалете его нет. Ну, как здесь все холодные. Это тоже отопление. Мария Николаевна признается, платит исправно, долгов не копит. Да и в их небольшом доме жильцы, по словам пенсионерки, ответственные. Вот только обслуживается жилье, из рук вон плохо, и люди мерзнут. Женщина уже обращалась во всевозможные инстанции. Управляющую компанию, 051, ГЖИ. Но пока ничего не изменилось. Отвезла заявление в жилищную инспекцию на каждом марте 18. Но там сказали, рассматривать будет в течение месяца. А мы, чтобы не затопление, и за что мы платим. Кроме того, Мария Николаевна поделилась, что дворник в подъезде только копит и не выносит мешки с мусором. Она поначалу сама убирала площадку на этаже. Но сил не хватает, возраст не тот, да и здоровье. Поэтому теперь только и остается, что ждать перемен к лучшему. Пожилые жители Мормонска наверняка расстроятся, услышав, что омойвиной путины не будет и в этом году. Международный совет по исследованию моря рекомендовал прекратить добычу народной рыбы в Баренцевом море и в 2021 году. Согласно исследованиям, в Баренцевом море нерестовый запас мойвы составляет 545 тысяч тонн. При этом сложно спрогнозировать количество рыбы на следующий год. Россия и Норвегия стремятся к тому, чтобы мойва стала в первую очередь пищей для других морских животных. Вылов возможен лишь в случае избытка рыбы. К решению запрета промысла мойвы отнеслись критически некоторые операторы судов. Специалисты отметили, что исследование, конечно, не было полным, но прошлогодний анализ дал необходимое представление. По данным Совета, даже с учетом 20-процентного запаса, который был добавлен к результатам исследования, нерестовый запас может упасть ниже 200 тысяч тонн. Напомним, в прошлом году Российско-Норвежская комиссия по рыболовству решила не открывать промысел мойвы в 2020 году. В 2019-м путины также не было. Региональный Минтранс увеличил число автобусов на пиковых межмуниципальных маршрутах. В каждое пиковое окно были добавлены дополнительные рейсы. Это сделано для того, чтобы сократить число пассажиров в транспортных средствах. Необходимость точечных решений разгрузки транспорта продиктована сложившимся уровнем заболеваемости. Решение касается маршрутов номер 105 в Североморск, 106 в Мурманский аэропорт, 107 в Сафоново и 128 в Апатиты Кировск. На линию дополнительно выведены резервные автобусы большого класса и общей вместимостью чуть больше 100 человек. Кроме того, с конца сентября в общественном транспорте городского сообщения организована продажа масок. Частота движения автобусов и продажа масок – меры, пока не повлиявшие на статистику заболеваемости коронавирусом, показатели которой снова подросли. За сутки в области выявлено 165 новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего инфицированных в Мурманске плюс 67, Оленигорске плюс 21 и Апатитах плюс 20. Четыре человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. С сегодняшнего дня действуют ограничения, введенные губернатором в тестовом режиме на две недели. Прежде всего, возвращается отмененный ранее режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Кроме этого, все кафе и рестораны будут работать до 23 часов. С полным перечнем мер можно ознакомиться в соответствующем постановлении правительства региона. В регионе продолжаются рейды по проверке выполнения предписаний губернатора. Особое внимание комиссия обращает на наличие масок у посетителей торговых сетей. Уж сколько раз твердили людям об опасности распространения новой коронавирусной инфекции. А ВОЗ, как говорится, и ныне там. Находится среди посетителей магазинов и супермаркетов злостный нарушитель предписаний. Рейды, направленные на проверку наличия средств индивидуальной защиты у покупателей и продавцов торговых точек, не обходятся без замечаний тем, кто пренебрегает простыми правилами. Это может проходить и каждый день на протяжении всего этого режима. Поэтому здесь не предписано, и мы не ограничены сроками, часами, днями. Конечно, у комиссии, в составе которой представители правоохранительных органов и администрации, нет цели немедленно оштрафовать нарушителей режима. Важнее донести необходимость соблюдения противоэпидемических правил для сохранения собственного и здоровья ближних. Тем не менее, у масочных рецидивистов уже не будет возможности отделаться только замечанием. Допустим, если взять магазин, то покупателю грозит административная ответственность, которая предусмотрена статьей 20.6.1 административного кодекса. Это предупреждение, либо штраф от 1000 до 30 тысяч. Если это должностное лицо, соответственно, штраф еще выше. Если это юридическое лицо, то там еще выше штрафа. К слову, перечить органам, исполняющим рейды, не стоит. В постановлении правительства закреплены права и обязанности каждого жителя Заполярья. Ведь без маски он подвергает опасности не только себя, но и окружающих. А вот этому жителю большого зато от наказания уйти не удалось. Он украл флотского мазута на 9 миллионов рублей. В Гаджиеве осудили мошенника, который незаконно обогатился за счет корабельного топлива и топлива, предназначенного для котельной. Установлено, что подозреваемый оказывал пособничество в хищении флотского мазута. Топливо просто поставлялось не полностью, а вырученные от продажи средства распределялись между участниками организованной преступной группы. Вина мошенника была полностью доказана в суде. Он приговорен к пяти годам лишения свободы условно. За совершенное преступление с осужденного взыскан материальный ущерб в сумме более 9,5 миллионов рублей. Скорее всего, накажут и подрядчика, который не успел вовремя завершить ремонт на ряде дорог областного центра. Глава администрации города встретился со строителями на улице Загородной. Одном из объектов – реконструкция. Что из этого вышло, расскажет Кристина Харатова. Капитальный ремонт на улице Загородной был по-настоящему большим событием не только для местных жителей, но и всего города. Здесь планировалось построить дорогу, которой не было, и благоустроить территорию вокруг нее. Однако подрядчик, взявшись за работу, попросту не выполнил все в срок. В результате начинается борьба с этим же подрядчиком, который добровольно, кстати, пришел для того, чтобы выполнять эти объемы работ. Приходится в постоянном режиме его контролировать, его подталкивать, выяснять с ним какие-то отношения. Ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» здесь ведет местная компания «Северстрой». По словам участников проверки, рабочие не выполнили свои обязательства по нескольким объектам, за которые взялись. Одной из причин сбоя темпа ремонта на Загородной стали проблемы с сетями. Контракты были заключены в ноябре месяце прошлого года. Никто не мешал в течение зимнего периода, в течение периода, когда приступали к работам, когда выдавались разрешения на земляные работы, еще раз перепроверить и обратиться к заказчикам за корректировкой проекта. У нас есть проектная документация. Если проектная документация не соответствует факту, значит, разработчик проектной документации виноват. Поскольку у нас руководитель управления дорожного хозяйства уже ответственность понес и уже уволен, в том числе и за это, мы понимаем, что в следующем году, когда мы будем такие капиталоемкие объекты ремонтировать, мы должны заранее, несмотря на то, что написано на бумаге, еще раз перепроверять присутствующие организации, где проходят сети. На данный момент на улице Загородной ремонт выполнен всего на 65%. Теперь горе-подрядчик должен закончить работы до конца октября. Будет доделан участок тротуара, подключено освещение и подготовлены откосы. Но, по словам главы администрации города, виновник задержек будет наказан по всей строгости. Глава администрации города Евгений Никора пообщался с жителями Ленинского округа и Рослякова. Встреча прошла в онлайн-режиме. Еще до начала трансляции мурманчане подготовили и отправили интересующие их вопросы, а остальные задавались в режиме реального времени. Традиционно жители волновали темы, касающиеся работы управляющих компаний, благоустройства придомовых территорий, а также уличного освещения на отремонтированных дорогах и во дворах. Глава администрации отметил, что установленные лампы и фонари должны заработать в конце текущего месяца. Еще одной насущной проблемой для жителей Ленинского округа и района Рослякова стал шум по ночам. Его причина – строящийся сухой док на судоремонтном заводе номер 35. Евгений Никора пообещал разобраться с этой проблемой. Учитывая реальное напряжение у жителей Росты, в целом Ленинского округа, учитывая, что людям не дают спать, детям не дают спать, я потребую официально в письменном виде прекратить все работы в ночное время. План по призывникам будет выполнен, уверяют военные комиссариаты муниципалитетов области. Вирусные инфекции на осенний призыв не повлияют. На пунктах соблюдаются строгие меры предосторожности. Какие, расскажет Кристина Григорян. Особых новшеств в систему призыва зато Александровск осенью этого года не внесено. Юноши получают повестку, прибывают в указанное время на комиссию, где проходит медицинский осмотр. Дарю призывной комиссии по нему наносится решение. Призыв, отсрочка. И приятная новость, что большинство призывников будут служить на Смолновской области. На пункте призыва введены строгие санитарные меры. На входе обязательная термометрия, выдача средств индивидуальной защиты. В случае плохого самочувствия призывника изолируют в специальном помещении до приезда скорой. Мы в два раза меньше вызываемых призывников на медицинскую комиссию. Наш призывной пункт здесь находится по графику обрабатывается военными средствами. Уже в конце этого месяца первые новобранцы осенней компании из Большого Зато отправятся в военные части, где будут проходить срочную службу. Создание природного парка Куца выходит на новый уровень. Особо охраняемая природная территория в будущем станет местом притяжения туристов, уверены эксперты Баренц, отделение ВВФ России и представители профильного комитета Мурманской области. Заказник Куца среди туристов известен прежде всего за необычайной красоты водопад Янис Кенгас на одноименной реке Куца, который ежегодно привлекает любителей сплавов из разных уголков России. Но поток гостей на территорию заказника нужно систематизировать. Задача экологов и представителей власти разработать проект так называемого экотуризма. На этой территории находятся не только наши интересы природоохранные или интересы наших партнеров из туристического бизнеса. Тут также проводятся работы и по заготовке древесины, имеются планы по расширению, по созданию охотхозяйства. В данном случае мы не сколько считаем их противниками, сколько с людьми, с которыми надо вести диалог и находить приемлемые решения как для нас, так и для них. Государственный природный комплексный заказник регионального значения Куца основан в 1994 году на юге региона. По мнению экспертов из Фонда дикой природы и специалистов регионального комитета по туризму, эта территория имеет серьезный потенциал для привлечения большого потока гостей. В июне 2020 года между Комитетом по туризму, правительством Урмонской области и Фондом дикой природы было подписано соглашение о развитии экологического туризма в Урмонской области. Первым нашим совместным проектом стало создание особо охраняемой природной территории в Териберке. В настоящий момент мы плотно работаем по созданию природного парка Териберка. Второй пилотный ОПТ, который мы хотели развивать в рамках экологического туризма, является заказник Куца. Сегодня мы здесь для того, чтобы оценить декреационный потенциал территории и выявить аттрактанты, которые могут стать потенциальными объектами туристических маршрутов. О конкретных сроках создания экотроп на территории заказника эксперты пока не говорят. Обычно о таким событии предшествует серьезная бумажная работа по разработке и согласованию. 16 октября во всем мире отмечают День анестезиолога-ренематолога. Врачи Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина рассказали «Артик-ТВ» о том, как проходят их будни и как пандемия отразилась на их работе. Профессия анестезиолога окутана тайной. Это загадочные врачи с секретным лекарственным пультом, которые на время отключают сознание пациента. Но мало кто задумывается, что именно невидимое присутствие анестезиолога – залог жизни больного. Защищаем, скажем так, пациента во время операции. Не даем сделать ему больно. Помогаем докторам из общих отделений дать возможность пациенту для более быстрого выздоровления. Анестезиологи – это своего рода ангелы-хранители, которые очень часто остаются за кадром сложных клинических случаев. Каждый день они спасают людей, отдавая им частичку себя. За каждого пациента приходится волноваться. И даже если нет желания лишний раз обратить внимание, всё равно обращаешься, волнуешься, и каждого пациента фактически пропускаешь через себя. Врачи и медицинские сёстры трудятся слаженной командой. Ведь отделение функционирует круглые сутки. В любой момент может произойти непредвиденное, поэтому друг для друга они – верная опора. Операция в целом – это командная работа. Нельзя отделить хирурга от анестезиолога. И тем более сестёр не убрать отсюда. От каждого зависит, от каждого понемножку. Нужен вклад, потому что не может быть такого, что, допустим, хирург сделал хорошо, а анестезиолог плохо, исход будет плохой. И наоборот, не может анестезиолог делать всё хорошо, а хирург сделает плохо, а всё равно исход будет плохой. Погрузить пациента в сон, проконтролировать его состояние на протяжении операции, вывести из состояния наркоза и наблюдать за его самочувствием – таковы трудовые будни врача, анестезиолога, реаниматолога. Приспособиться к такому ритму работы могут далеко не все. Прежде всего, у человека должен быть достаточно крепкий характер и устойчивая нервная система, потому что эмоционально достаточно тяжело. Они очень ответственные, быстро принимают решения на работе, это очень важно. И работа в команде – это тоже очень такое качество, как раз анестезиологическое. Во время пандемии врачи находятся на передовой, и анестезиологи – не исключение. Каждый день они совершают настоящий подвиг, спасая жизни инфицированных людей. Помощь мы оказываем всем. В принципе, реанимация – это такое отделение, где помощь оказывается неважной. Есть у человека коронавирус, нет коронавируса. То есть помощь мы должны оказать всем. Свой профессиональный праздник многие специалисты встретили на дежурстве. Так было и так будет, потому что от этих людей зависят наши жизни, а их помощь может понадобиться в любой момент дня и ночи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok